Абуталиб и редактор. Рукопись Абуталиба редактор исклевал, как вором тела воина, павшего на поле битвы. В исклеванном виде пришла к Абуталибу корректура. Абуталиб прочитал и удивился. Мою зеленую поляну затоптали кони. Там, где были цветы, теперь болото. Если школьник сделает несколько ошибок в диктанте, эти ошибки исправляет учитель. Кто же тот учитель, который знает, что в моей жизни было правильно, а что неправильно? Абуталиб стал внимательно вчитываться в корректуру и вдруг воскликнул. А я знаю, из какого аула мой редактор. Он хочет исправить мою книгу под диалект своего аула. Но диалектов много, а язык один, а народ один. И если каждый редактор будет тянуть в сторону своего аула, мы никогда не построим аул нашей поэзии. Мой редактор, помни, что кроме твоего аула есть еще на свете земля и есть кроме тебя другие люди. В сущности, у нас с тобой не может быть разногласий. Я учту твои замечания, если они пойдут на пользу. Вот и должен помнить, что моя песня мне так же дорога, как дорога была кровнику жаждамщения. Это я не сейчас придумал. Так начиналось одно мое стихотворение, написанное в молодости. В своей груди, как месть заветную, я нес тепло и холод строг. Я песню, как любовь запретную, от взглядов пристальных берег. Я слабую ее выхаживал, ловил ее далекий крик. Я рифмы звонкие прилаживал, как шестеренки-часовщик. Из множества одно созвучие старался выбрать для строки. Так в кладовах для гостя лучший мы выбираем бурдуки. Я ночью отправлялся в странствие и краски тасовал с утра, Как женщины табасаранские цветную ряжут для ковра. Могли другие петь умелее, я, к сожалению, не умел. Не знаю, достигал ли цели я, все то сказал ли, что хотел. Но пусть стихи плохие самые, вся жизнь моя в словах моих. Зачем же вы, редактора мои, стараетесь ухудшить их? С моими отпрысками справиться чужим отцам не по плечу. Скажите, что вам в них не нравится? Им сам я уши накручу.